приветствую друзья с рождеством христом у вас все равно когда вы просмотрите или сегодня когда в латвии официальный день рождества или через две недели 7 января с рождеством христом с днем рождения господа иисуса христа просто пару слов хочется сказать сегодня вот последние несколько лет как будто бы какие-то веяния такие христианстве что нельзя праздновать рождество в мессианс в мессианских общинах что нет ни в коем случае другие какие-то звучат реплики продажи проповеди что мол типа иисус не праздновал и нельзя праздновать это мол языческий праздник это все язычество и какие-то что надо только иудейские праздники отмечать но просто скажу так кого мы больше должны слушаться людей или бога знаете библия говорит что рождение иисуса это был праздник зачем вы слушаете каких-то странных людей откройте библию вот и открывая библию книгу луки 2 глава и здесь описывается пришел иосиф с марией обрученной ему женой которая была беременна когда же они были там наступило время родить ей и родила сына своего первенца испеленала его и положила его в ясли потому что не было и места в гостинице то есть можно прочитать между строк что у них не было столько денег чтобы где-то снять какое-то место если не в гостинице то еще где-то у кого-то ясли это кормушка для скота и вдруг и вдруг и вдруг вот тут то и вдруг вот есть такие вещи когда жизнь идет своим чередом жизнь идет как бы по порядку по порядку и тут происходит и вдруг в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг вот это вдруг предстал им ангел господень и слава господня осияла их и убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе давидом спаситель который есть христос машеях господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях то есть в кормушке и и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное славящее бога и взывающее славу вышних богу и на земле мир и в людях благоволение когда ангелы отошли от них на небо пастухи сказали друг другу пойдем в бейтлехем и посмотрим что там случилось о чем возвестил нам господь и поспешивший пришли нашли марию и иосифа и младенца лежащего в яслях видите не момент зачатия не момент зачатия иисуса бог отметил но когда человек родился в мир это был праздник что все небеса радовались ангелы ликовали устроили многочисленное воинство небесное славящее бога и взывающее такие пляски устроили такие пляски такое веселье было если ангелы божие так радовались кто мы такие чтобы говорить нет не будем мы будем только религиозные иудейские праздники иисус праздновал хануку значит мы будем только хануку друзья неужели мы не будем искать бога я не буду сейчас как бы искать представлять те отрывки информации это просто от нашей семьи поздравление как происходило вот это рождество с первого века христиане еще первых христиане решили что надо отмечать день рождения но скорее всего говорят он родился либо ранее осенью либо весной потому что в то время известно известно по летописям что на зиму стада загоняли в загоны ну в подобие там какие в то время были ну как бы хлева а на поле было ли когда уже или еще или уже было тепло но христиане еще первый век нашей эры просто понимали надо отмечать этот праздник надо отмечать то что есть разные календари я слышал с одной и с другой стороны наша вера правильная значит вот будем отмечать так другие говорят нет наша вера правильная вся европа мы вот за европой вот понимаете он родился где-то весной он родился весной и более того человеку даже с нынешними средствами измерения достаточно трудно точно установить вот за какое время земля вращается вокруг солнца там 365 дней плюс 6 часов плюс сколько-то там секунд вот эти все високосные года более того календари были придуманы юлианский григорианский по факту политиками чтобы разделить людей чтобы властвовать но тем не менее если даже эти календари вот отличаются две недели мы празднуем не политику мы празднуем день рождения господа даже зная что он родился где-то либо весной но скорее весной чем осенью есть какие-то аргументы что может быть и осенью я читал а уж то что совпало с языческим но вы знаете сегодня такое время черный флаг там пираты смерть еще какие-то там категории белый флаг он белое братство появлялась желтый или там это китайцы красный о это коммунисты и опять те же китайцы там зеленые это вот ислам либо партии зеленых все цвета разобрали потом уже радуга которая на небе там еще какие-то категории людей говорят вот это наш знак самые худые люди могут брать божье творение говорит это наш символ что если где-то что-то язычники праздновали что мы не будем проповедовать об исусе чтобы за нами ничего не заподозрили будем ходить в некоторых течениях даже запрещают в открытую радоваться в каких-то там течениях сектах вообще запрещают дни рождений людям вообще отмечать мы будем праздновать мы будем проповедовать иисуса христа так что поздравляю всех с днем рождения господа иисуса христа если на две недели раньше видео останется видео останется и две недели спустя и даже все остальное время если господь если господь если господь устроил такой праздник кто мы такие чтобы говорить у меня вот своя вера бог сотворил все прекрасно все наши походы все наши песни все что наполняет жизнь мы благодарим за все господи 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 мы празднуем разные праздники за все благодарим конечно все в разумных так сказать границах за все слава господу поздравляем 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 поздравляем